Сказали, если так нужен вам сахар, идите мешок покупайте. Я чуть не упала. Зачем? Говорю, мне мешок чаю. Мне нужно килограмм, ну два взять на следующий месяц тогда. Пенсионерка Надежда Денисенко возмущена. Говорит, покупка сахара накануне для нее обернулась большой проблемой. В магазине, расположенном неподалеку от дома, сладкий товар в период дефицита ей предложили приобрести лишь оптом. Женщина признается, на ее просьбу взвесить лишь несколько килограммов, частник категорически отказался. Но мериться с таким отношением она не стала и тут же решила обратиться с жалобой в городской Акимат. Выходили меня, я пошла в Акимат, я их предупредила, я пошла в Акимат. Я говорю, мне как-то на прием попасть надо, рассказала эту ситуацию. Но они сказали к двум часам подойти или в налоговую. Я пошла в налоговую, тоже вот это все рассказала. Мы пришли с налоговой, я тут была. Мы полчаса прождали директора, директора не было. Или скрылся куда-то, или что, хотя он был до этого здесь, потому что я его видела. Вот здесь мы выставляли палеты, специальные фасовали, и здесь это сама. Сейчас метки, нигде нам не отпускают, и мы ничего не можем сделать. Владелец магазина Игорь Бабаков показывает пустые прилавки в своем супермаркете. Говорит, в его гастрономе сахара нет уже давно. А жалобы, которыми их завалили сегодня, связаны с деятельностью его ориентатора, который лишь снимает помещение в его магазине. Это чип, и пешник, он поехал на оптовый, купил и сам. Была жалоба, я ему сказал, позвонил, сказал, ты пожалуйста сделай, чтобы у меня скандалов здесь не было. Мне звонили с Акиматой, и все, сделай так, чтобы зафасовал. Они зафасовали, выстояли, все. После вмешательства представителей разных городских структур сахар в этом магазине все же пришлось расфасовать. В результате чего ходовой товар здесь разошелся уже к вечеру. В отделе предпринимательства не скрывают, дефицит сахара в городе сохраняется. Между тем, здесь делают все возможное, чтобы в сезон заготовок темиртаусы не остались без сахара. Получается, если жители хотят приобрести сахар по 2 килограмма, то сейчас в настоящее время в магазине «Лайф», буквально сегодня завезут полтора тонны. Потом на шестом микрорайоне на рынке сейчас продают по 320 тенге. И в двух павильонах продолжается реализация сахара и стабилизационного фонда по льготным ценам 244 тенге, но до 6 часов. На деле же обещанного в отделе предпринимательства сахара и стабилизационного фонда в социальных павильонах города уже давно нет. Продавцы признаются, весь объем, а это порядка трех тонн, здесь разошелся в рекордные шесть дней. Чтобы досталось всем, отпускать приходилось по 2 килограмма в одни руки. Нас обвиняют, что мы прячем этот сахар, чтобы продавать по дорогой цене. Городской отдел сельского хозяйства утверждает, что у нас продается этот сахар, но мы объем этот продали уже. Если будет сахар, то только в августе, если выделить городской акимат и стабилизационный фонд. Уже в ближайшие дни проблему с дефицитом сахара в городе обещают свести к нулю. Его по сниженной цене будут реализовывать уже в эту субботу на социальной ярмарке. Кроме того, на днях в Тимиртау поступит еще порядка 70 тонн сладкого продукта. Сейчас проведенный областным акиматом, проведенный переговор с заводом, центрально-азиатским сахароперерабатывающим комбинатом Салматы, где порядка 68 тонн будет направлено на город Тимиртау. Это вот в ближайшее время завтра. Буквально до конца недели проблема с сахаром будет решена полностью. Между тем, специалисты городского отдела предпринимательства уже вышли с заявлением в антимонопольный комитет с просьбой провести в городе проверку на предмет ценового сговора продавцов сахара. Проверки в торговых точках ожидаются уже со дня на день. Если ценовой сговор все же удастся выявить, на предпринимателей будет наложен серьезный штраф. Анна Калинина, Сергей Баданин, Новости Тимиртау.